Советские елочные игрушки Деда Мороза и снегурочки из ваты. Все это можно увидеть на выставке «Дед Мороз спешит на елку в городском ботаническом саду». Организаторы выставки говорят, секрет рукоделия из проволоки и воска хоть и утерян, оформление выполнено со вкусом. Впервые выставка за долгое время была открыта после пандемии. То есть последняя такая экспозиция где-то в 2015 году была у нас, потом был перерыв, и вот в этом году мы решили возобновить для того, чтобы порадовать старшее поколение, которое может прийти и предаться ностальгическим чувствам, и молодое поколение, которое даже бывает, что никогда и не видели вот такие игрушки стеклянные. На полках около 200 елочных игрушек из 100 кукол Деда Мороза и снегурочки. Директор ботанического сада Артур Рязапов хранит эти игрушки с самого детства. Коллекцию собирал еще его отец. По его словам, это возвращает его в беззаботное детство. Из моего детства заполнилась вот такая игрушка в виде солнца. То есть у нас эти игрушки вешались попарно. То есть из различных рассказов, в общем-то, эта игрушка связывает нас с древними ацтеками, с майя, в общем-то, которые поклонялись солнцу. Своего первого Деда Мороза Анна Лишенко купила для ребенка. Хотела показать, какими были игрушки в ее детстве. Сегодня она собрала коллекцию из 84 кукол и продолжает ее пополнять. Приобретает их через социальные сети. Интересно для жителей тем, что это игрушки их детства. То есть есть 60-х годов, есть 70-х, 50-х годов. То есть каждый человек в возрасте уже такого возраста, они когда приходят, они вспоминают, как они стояли очередь, как они доставали, как им мамы покупали, как они за каждого Деда Мороза и Снегурочку боролись с братом и сестрой. То есть каждая игрушка, она несла какую-то свою такую ауру, воспоминания, которые приносило улыбку жителей нашего города. В коллекции Анны куклы разных годов и размеров. Ее гордость – Дед Мороз из вата и дерева, сделанные на Калининской фабрике. Подобные игрушки производили в 90-е годы. Это фабрика Калининская, Дед Мороз. Первоначально выпускались Дед Морозы на ножках, а потом упростились, начали уже без ножек, просто на подставке. Дед Мороз ватный, у него внутри дерево, то есть каркас – это дерево, на которое наносилась вата. Такие Дед Морозов называли кисельные. Выставка «Дед Мороз спешит на елку» проводится каждый год. Работать она будет до середины февраля. Валерия Осеваш, Олег Косинов, НТРК Валерия Осеваш, Олег Косинов, НТРК